Должен работать вот так. То есть выше 105 градусов он у нас не должен согреваться. Пока специалист отдыхает дома, за него работает техника этой умной котельной. Можно и даже нужно управлять с помощью мобильного телефона. В приложении отражены все основные параметры. До этого штат сотрудников насчитывал несколько человек, теперь в одиночку. Тут же находится система химводоподготовки, которая очищает воду. И, соответственно, в теплосеть подается уже горячая, чистая, соумягченная вода. Предыдущая старая, вот она возведена рядом по соседству, с нагрузкой не справлялась. За полвека здесь не только физически, но и морально устарело оборудование. От постоянных сбоев оставались холодными батареи в селе. Так в местном музее имени знаменитого земляка сотрудники не снимали верхние одежды. Точно такие же жалобы поступали от посетителей. Топили не только углем, но и шелухой подсолнечной, и все, что только было можно. Вот, опилками. И мы как-то вот эту зиму просто выживали. После запуска нового теплового пункта сроски станут ниже. Трубу устаревшие срежут, иначе грозит обрушением. Само здание обещают оставить. Ломать ведь не строить, говорят чиновники. Сооружение уже присмотрел для себя один из предпринимателей. Возможно, откроет гараж. Все работы выполняются в плановом порядке у нас. И наша задача строить не только газовые котельные, но и распределительные сети. Поэтому всего у нас 35 объектов сегодня в строительстве. Вот по этим трубам, длина которых больше полутора километров, чуть позже пойдет горячая вода. Сейчас идет монтаж. Обещают уложиться до 20 сентября. Подведут ко всем социальным объектам и нескольким домам по пути. Перспектива дальнейших газифицированных села тоже определена. В настоящее время разрабатывается проект. Выделены тоже средства бюджета КРУ около 5 миллионов. И разрабатывается проектная документация по подключению или подводу газа практически по 18 улицам села до 700 домовладений. Такой перезапуск в отдельно взятом селе обошелся бюджету КРУ почти в 34 миллиона рублей. Трубы, по которым этой осенью побежит горячая вода, созданы из специальных материалов. Они не подвержены коррозии и готовы прослужить десятки лет до следующей тепловой революции. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости.